Во Всероссийский день призывника военные пришли в гости к будущим солдатам. Сотрудники военкомата сетуют, современная молодежь служить не хочет. От армии пытаются откосить любыми методами. Недавно в Визняковском районе на уклониста даже завели уголовное дело. По данным следствия, 26-летний парень игнорировал все призывы в вице-военкомат и пройти мета-свидетельствование. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Очень много ребят уклоняется, так называемым, родителями, которые некоторые, мама, говорят. Я не для того рожала. Чтобы дети понимали, в армии нет ничего страшного. Сегодня военные рассказывают свои впечатления от службы. Патриотизм в современных школьниках воспитывают с малых лет. Ребята изучают основу военной подготовки. Познакомиться можно со всеми деталями воинской службы. От рациона питания до боевого оружия. В свое время, где-то в 2009 году, в 2008, мы активно в школах с помощью предприятий, предпринимателей оборудовали класс ОБЖ. 10 лет прошло. Ничего не изменилось. То есть они берегут это все. Здесь ничего не поломано, не разбито. Военная подготовка особенно важна в кадетских классах. Большинство выпускников не просто пойдут служить, а будут поступать в военные училища. Ребята такие вот, как кадетские классы, почти где-то процентов 70 из ребят поступают в военное училище. Они более-менее подготовленные, дисциплинированные, по состоянию здоровья хорошие. Вот в этом, с этой школы, в данный момент поступило военное училище, подавало 10 заявлений, поступили 8. Двое завалились где-то, ну, по состоянию здоровья не прошли. Так, в принципе, в каждой школе мы стараемся это проводить. Вот, ведем плотное общение с преподавателями ОБЖ. Саша для себя тоже выбрал армию. После школы он хочет стать ракетчиком. Это перспективно для нашей страны. Ну, и высокооплачиваемая должность. Не очень просто туда поступить. Ну, и если ты себя подготовишь, то тебе будет легче. Я встаю с утра, ну, бегаю и подтягиваюсь. Ну, а также готовлюсь к ЕГЭ. Готовиться к поступлению придется основательно. Преимуществ перед другими абитуриентами у кадетов нет. Сдавать экзамены придется на общих основаниях. Влад Митков, Валерия Саенко, Егор Хребко, 6 канал.